Аспектах, трёх идеях, которые лежат в основе субботы. Первое – это память о мироздании. Когда мы празднуем субботу, мы признаём Господа Творцом неба и земли и являемся Ему свидетелями. По этому поводу сказано на Медраше. Трое свидетельствуют друг о друге. Израиль, суббота и Господь. Израиль и суббота и свидетельствуют, что Господь един. А Господь и суббота свидетельствуют, что народ Израиля един среди всех других народов. И мы знаем, что символом завета является суббота. Это является, она как бы знаком завета между Израилем и Богом. Но это не значит, что субботу не должны соблюдать неевреи. Правда? Потому что я лично верю, что суббота дана всем народам мира. Но особое значение – святой отделённый Богом день для святого отделённого Богом народа. Второй аспект субботы – это отдых. Отдых – это физический отдых и наслаждение. Помните, мы говорили? Онех шаббат. Суббот – субботнее наслаждение. Даже в субботу, когда произносится молитва 18 благословений, мы будем изучать эту молитву, она содержит основные моменты молитвы, о чём мы молимся. И там идут три первых благословения – Амеда и Ирих Шмана Эсре. И молитва «Отче наш» – это одна и та же молитва. Только «Отче наш» – помните? Это более сокращённый вариант. Там тоже идёт три первых благословения, три последних. И в середине идут благословения, которые отражают наши просьбы к Богу. Если 18, 3 и 3, 6, значит, сколько остаётся? 12, да? Вот эти 12 в субботу вынимаются, эти 12 пунктов молитвы, и ставится одна молитва о святости в субботу. То есть Амеда, которая содержит 18 благословений, называется Шмана Эсре, а в субботу она содержит только 7 благословений. То есть мы в субботу не докучаем Господу. Мы доверяем Ему. Мы доверяем Ему, и нет вот этих моментов, которые заключены просьбой об исцелении больных, об удовлетворении нужд человеческих и так далее. Это сделано не для того, что нельзя исцелять больных или заботиться о нуждах людей. Это говорится о том, чтобы человек не вспоминал о них и не огорчался. Потому что, говорят мудрецы, дана суббота для святости, для отдыха и для удовольствия, а не для скорби и огорчения. Если происходят какие-либо посты, выпадают на субботу, то субботу они не празднуются, да? А переносится любой пост на другой день. И, оказывается, даже православная церковь придерживается этой позиции, потому что посты в субботу православная церковь, оказывается, ослабляется. Но, как я там прочел в интернете, значит, как один говорит, что я рассказывал православным, они в это не верили, и никто из этого не знает, что вот это связано именно с субботы. И многие православные вообще относятся плохо. К евреям, вы знаете, да? Им, если скажут, что Иисус евреев, еврей, и Матерь Божья еврейка, то они могут побить вас камнями, правда? Иоанн Креститель хрестил православную веру Иисуса. Хорошо. Итак, суббота дана для трех вещей. Для святости, для отдыха и для удовольствия. Это не значит, что надо отдыхать, делать все, что хочешь, надо день проводить, да, в святости, то есть, в Божьем присутствии. И мы, этот день выделены для Бога и выделены для отношений друг с другом, а также для удовольствия человека, а не для скорби и огорчения. Смысл субботы заключен в полном физическом отдыхе и духовном успокоении. И когда в Новом Завете сказано, что для народа Божьего остается еще и субботство, значит, там употреблено слово саббатион, саббатион, то есть субботство или субботствование, или празднование субботы. Там не употреблено в оригинальном уреческом тексте празднование седьмого дня или празднование какого-то другого дня, а конкретно празднование субботы. И если церковь считает народом Божьим церковь, то что для народа Божьего? Да. И суббота, видите, всегда связана с миром. Мы говорим шаббат, шалом. Если мы имеем субботу, мы имеем мир. Если мы не имеем субботы, мы не имеем мира. Правда? Почему? Потому что мир – это не только отсутствие вражды между людьми, но мир – это покой, успокоение, это восполнение всех наших нужд. Я вам потом принесу, что означает слово шалом, мы разберем. И это действительно шалом – полнота. Полнота всего во всем. Это день полноты нашей. И это очень важно. И часто это не усваивается церквями. Они тоже празднуют воскресенье, но это день такой же, в общем-то, суеты. Это признак нашего доверия Богу. Есть даже субботние годы, когда мы полностью доверяем Богу. Потому что как-то в субботу, в воскресенье вроде бы больше можно товаров продать, пойти на седьмой километр, там, поторговать и так далее. Но человек доверяет эту субботу, и он знает, что в другие дни он получит больше мана. Да? Как это делалось с евреями. Это знак доверия нашего Богу. Итак, это отдых. Второй аспект субботы, чтобы отдохнул раб твой. Потому что во второзаконии повторяется, во второзаконии повторяют десять заповедей, но там касается заповеди субботы, немножко есть изменения. Второзакония, пятая глава, двенадцатого стиха. Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твой, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни дочь твой, и так далее, и так далее. Да? Вот. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой. Поэтому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний, и не только человек, но и все домашние животные, и скот, значит, и машины, и компьютер наш, на котором мы работаем, должны отдыхать в субботу. Правда? И это очень важно. Если в исходе эта заповедь подражена отношение к субботе как отношение к нашему Творцу, то здесь отношение к субботе как память. Это суббота, это маленький Песах. Правда? Субботняя трапеза, Седур, Седур субботний, очень похоже, да? На празднование Песаха. Очень похоже. И это действительно аспект уже второй, что это день отдыха, который Бог дал всем нам. Но все дают знать, что вы помните, при малейшем сомнении о спасении жизни или здоровье человека законы субботы дозволено нарушать. Потому что сказано, заповеди Божии даны, чтобы жить в них, а не чтобы умирать из-за них. Фарисеи, они действовали неправильно даже с точки зрения иудаизма. Они просто были рьяные и такие вот последователи уже до абсурда доводящие. И таким образом это воспоминания об исходе из Египта. Итак, первый аспект – это признание Бога творцом. Второе – это аспект отдыха и наслаждений. И третье – это воспоминания об исходе из Египта. То есть, это маленький Песах. Маленький Песах, который мы празднуем каждую неделю. Каждую неделю. Еще евреи для того, чтобы выполнять заповеди, ввели некоторые вот такие свои напоминалки. Знаете, секретарь, да, маскир, а маскира, женский рот – это означает напоминалка от слова захор. Кстати, в субботу две заповеди, да, захор и шмор. Это что? Помни и храни, да? Помни, значит, ты должен помнить, что сегодня суббота. Хранить – это значит соблюдать субботу. Евреи не могли соблюдать субботу, что в Египте, но помнить, они ее помнили, да, что сегодня суббота. И вот есть такие напоминалки, напоминалка маскира, да, которая напоминает нас о всех заповедях. Это, если мы возьмем талит, то там мы увидим что? Кисточки, которые называются цицит. Там, интересно, они завязаны особым образом, и они свидетельствуют о 613 заповедях. И когда еврей молится, он называет, еще такая штука называется тфилин, да? Тфилин накладывается на руку, на руку, да, и на голову, да, потому что сказано, пусть это будет повязкой на голове твоей, да, и на руке твоей. Ну, если кто-то очень хорошо может соблюдать заповеди, то в одной из пророков сказано, и пусть это будет навязано на грудь твою, на сердце твоё. Поэтому я говорю, что женщинам можно еще надевать лифчики. Но это шутка, конечно. Это шутка. То есть, евреи понимают это заповедь, да, в прямом смысле. Значит, что же такое тфилин? Тфилин, головной и ручной тфилин, это коробочки, вложенные, написанные на пергаменте следующие четыре главы истории. Четыре отрывка. Первый отрывок. Это второзаконие, шестая глава, четвертый, девятый стих. Это шма Израэль, да, слушай, Израэль, Господь Бог, наш Господь един, есть. И любви Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой и ложась и вставая и навяжи их знак на руку твою и да будут они повязкой над глазами твоими и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. То есть, евреи это понимают в прямом смысле. Я считаю, что навязать на руку это что означает? рука это действие. Да? И на лоб это мысли. И я лично думаю, что когда говорится вот это 666 и что это будет на какая-то метка, на лоб и на руку, это можно понимать в прямом смысле, некоторые говорят, что это чипы будут жевеляться, но можно понимать и косвенно, что это будет настолько занимать человека, да, что будет на лбу его и настолько занимать его дела, что это будет рукой его. А число 666 один единственный раз встречается в Танахе. В каком месте? 666 тысяч талантов был доход Соломона. И это, по-моему, да, кстати, 666 это, если вот взять гематрию, кстати, Советский Союз, Союз Советской Социалистической Республики, если написать Европейский Увок или Советский Союз, это 666. Есть еще разные интересные такие совпадения. Да? И видите, золото, кумаз, загав, то есть, тоже может иметь такую гематрию. Так что вы должны понимать, большинство сейчас служит золотому тельцу, правда? В самом таком смысле этого слова. Поэтому это может быть и прямое, может быть... Но это вот, то, что сделает Антихрист, будет подобно тому, что делают евреи, да? Будет на голове и будет на руке. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. косяк на евреи двери, как будет? Мезуза. Мезуза. Поэтому это же самая надпись, да? Делают в коробочке и помещают на косяке двери. Это тоже хорошо, так как и дает напоминание. Напоминание, да. Второзаконие, 11 глава, с 13 по 20 стих. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время раннее и позднее, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше и не уклонились и не стали служить иным богам и поклоняться им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас и заключит он небо и не будет дождя и земля не принесет произведений своих и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь Бог дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу и навяжите их в знак на руку свою и добудут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме своем и когда идешь дорогой и когда ложишься и когда встаешь и напиши их на косяках дома твоего и в воротах твоих. Третий отрывок. Исход, 13 глава, 9 стих. И да будет это тебе знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господь был в устах твоих, ибо рукой крепкою вывел тебя Господь Бог из Египта. И четвертый раз повторяется эта заповедь. Исход, 13 глава, с 11 по 16 стих. И когда введет тебя Господь Бог в землю хананскую, как он клялся тебе и отцам твоим и даст ее тебе, отделяй Господу все мужского пола, развержащая лыжи сна, все первородное из скота, который у тебя будет и так далее, да? Аслам что надо? Надо выкупать, заменять агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда спросит сын твой, говоря, что это? Ты скажи, рукою крепко вывел на заспать из Египта, из дома рабства. Дальше говорится о том, как были выкуплены все развержащие лыжи сна мужского пола, да? И да будет это знаком на руке твоей, и место повязки, 16 стих, над глазами твоими, ибо рукою крепко и Господь вывел нас из Египта. То есть, мы одну заповедь видим сколько раз в Торе? Четыре раза. Значит, это очень важно. Лично я верю, кстати, я от Филина, в общем-то, не пользуюсь, я не умею его навязывать, но я лично верю, что это очень важно в духовном смысле. Некоторые понимают это в прямом смысле, и это тоже неплохо. Но я не заставляю всех делать это, правда? Выше приведение в четырех главах заложены следующие важнейшие основы еврейской веры. Первое. Единство Бога и признание Царства Божия над всем. Второе. Святость Его имени и принятие Царства по вольному желанию нашего и любви. Третье. Обязательно изучение Торы. Воспитание. Четвертое. Воспитание детей в духе изучения Торы и соблюдение заповедей. Мы не должны собирать детей на занятия в воскресную школу, а мы должны говорить своим детям когда? И когда встаем, и когда ложимся, и когда идем дорогой своей, и когда сидим, и так далее. То есть постоянно. Постоянно. Любовь. Пятое. Любовь и уважение Торы и изучающие его, а также обязательно чтение Шма. Шма по утрам и вечерам. Шестое. Это говорит о заповеди ношения Тфилин. Седьмое. Обозначение еврейского дома прикреплением Мезузи на косаке двери. Восьмое. Это обязательное соблюдение заповедей Торы. Девятое. Любовь в стране Израиля. И десятое. Упоминание об исходе из Египта как символ свободы. Видите, свобода и независимость человека очень высоко ценится в иудаизме. Шестое. Заповедь о ношении Тфилин. Седьмое. Обозначение еврейского дома. Восьмое. Обязательное чтение заповедей Торы. Если я очень быстро говорю, значит, это не совсем важно. Можете это записать, но если вы пропустите, не страшно. Хорошо. Видите, свобода и независимость. Потому что упоминание об исходе из Египта это символ свободы. И свободы и независимость человека высоко ценится в иудаизме. Человек не должен быть рабом ни другого человека, ни рабом своих страстей. Потому что сказано Левит 25 глава 55 стих. Потому что сыны Израилевы мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. По этой причине евреи иногда даже перегибают палку. Заметьте, в любом движении, которое за свободу и независимость белых, черных, желтых, красных, голубых в том числе и розовых везде евреи впереди. Почему? Они даже говорят так. Если мы будем говорить что-то против гомосексуалистов, потом обязательно начнут говорить что-нибудь против евреев. Я говорю, что свобода не означает все дозволенности. Но я вам скажу так. Конечно, разрешение праздновать эти свадьбы или даже гомосексуалистам тем более усыновлять детей, я не считаю, что это должно быть в государстве. Но определенные свободы для разных видов людей должны быть. Тот, кто избирает грех, тот избирает грех. И человек свободен избрать этот грех. Но тогда вот эти гомосексуалисты начинают еще парад победы праздновать, да говорят, что это за парад гомосексуалистов, они уже победу свою празднуют. Вот тогда уже страшно. Страшно. Потому что инквизиция пыталась заставить людей жить по Божьим заповедям насильственным путем. И было очень тяжело, правда? Евреи пережили инквизицию. Я еще раз, я не говорю, что это хорошо, гомосексуализм, лесбиянство и так далее. Просто евреи в течение своего жизненного опыта убедились, что когда кого-то начинают притеснять, то обязательно начнут притеснять евреев, да? Вы понимаете? Вот. Также, между прочим, и армяне были народ страдающим. Армяне очень, судьба армянского народа очень похожа на судьбу еврейского народа. И армяне во многом сходны с евреями. Хорошо. Еще важные законы, это законы чистоты. В частности, чистый дом и кошерная кухня. Законы чистоты. Потому что избранность, она означает и чистоту, и святость. И должна быть чистота семьи, мы будем говорить о чистоте семьи, сейчас подробно не буду говорить, и о чистоте святости дома. В частности, кошерная кухня. Ну, я вам скажу, что некоторые законы кошерута уже евреи перегибают палку, ну, как всегда. Но законы кошерута действительно важны и хороши, и христианам тоже неплохо было бы им соблюдать. Ну, в разумных пределах. Я уже говорил, что адвентисты седьмого дня, которые соблюдают элементы кошерута, статистика показывает, что они живут на шестере семь лет больше, чем другие верующие. Вообще, верующие живут больше, чем неверующие, но адвентисты еще больше. Хорошо. Теперь следующая важность, о которой мы будем говорить, важность митсвот, мы будем говорить еще такое понятие, как пикоах нефеш. Слышали? Пикоах нефеш. Босквально спасение или сохранение жизни. Пикоах покуйте. Покуйте душу, да? Нефеш это жизнь или душа. Это синонимы. А можно сказать нефеш или пикоах нефеш. Ну, кстати, в английском языке глагол save, по-моему, тоже означает и спасти, да? и означает одновременно сохранить. Что означает пикоах нефеш? Пикоах нефеш означает спасение или сохранение жизни человека. Значит, любые заповеди, любые митсвот могут быть отменены, если существует угроза жизни или здоровья человека. Даже если не прямая угроза, может быть, а косвенная угроза, да? Вот, тем более, что нет такой заповеди о запрете лечить субботу. Об этом говорил Ишуа. Только три запрета, мы говорили, это самые главные. Они не могут быть отменены. Это запрет идолопоклонства или хулы имени Всевышнего, второе, блуд и запрещенные половые связи, и третье, убийство. В этом случае сказано умри, но не делай. Умри, но не делай. И когда говорится о ближнем твоем, о ближнем твоем, кто такой ближний? Это очень важно, да? Помните, когда Ишуа тоже спросили, а кто есть мой ближний? Он кстати, как чисто еврейский мудрец ответил непрямым, ближний, записывайте, это такое-то, 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 да? А он показал людей, которые были отвержены обществом Израиля. Самарян, да? И вот этот самарянин оказался более ближний, чем тот, кто шел служить Богу, священник, там, или другие уважаемые люди. Итак, ближним традиционно считается любой еврей, но не только еврей. Мы говорили, что есть понятие пришельца, есть понятие гер, да? И есть еще другой пришелец, соне, который не является ближним. Почему он не является нашим ближним? Потому что он ненавидит, ненавидит Бога Израиля и ненавидит Израиль. И мы говорили, что есть такие законы, которые звучат так, например, просто отметьте места, второзаконие 14 глава 21 стих. Там сказано так, не ешьте никакой мертвичины иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, пусть он ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой Господа Бога твоего. Видите? Здесь не говорится о ближнем, который относится, да, хорошо, это пришелец, но относится хорошо к народу Израиля. Вы видите, тот, кто ненавидит, тот, кто является врагом Бога, да, вот, тот является врагом Израиля. Это второзаконие 14 глава 21 стих. Дальше, второзаконие 15 глава 3 стих. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему, да, не отдавай, а брату твоему не отдавай. Рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается, извиняюсь, второзаконие 15 глава 3 стих, с иноземца взыскивай, а чтобы и твое, у брата твое, прости. И 15 второзаконие 23 глава 20 стих, иноземцу отдавай в рост, да, а брату не отдавай. Значит, отметьте, второзаконие 14 глава 21 стих, второзаконие 15 глава 3 стих, и второзаконие 23 глава 20 стих. Здесь, вроде бы, говорится о людях, да, которые являются врагом Богу и являются врагом Израиля. И, вы знаете, в Псалме есть тоже Давид пишет, да, ненавижу я каких-то определенных людей, потому что они враги твои, Господи. Но это вот означает ненавидеть, видите, сонне, это не означает, значит, что мы их должны гнать, убивать, да, слово сонне ненавидеть означает просто различать, что мы должны различать категорию людей неевреев, а и категорию людей что? неевреев Б. Говорит ли об этом Иешуа? Как вы думаете? Говорит, да, вот есть притча о детях, которые хлебы, и о собаках, да? Собака, в общем-то, это нечистое животное, и не только нечистое, а вообще в Библии, если вы посмотрите по Торе, к собаке очень плохое отношение, правда? Почему-то. Кстати, кошки упоминаются в Библии? Нет, да? Вы знаете, что в те времена кошки жили только в Египте, а потом кошки распространились во всем странам, вот есть даже сказки о том, как кот какой-то приходил в какую-то страну, ловил мышей, там его чуть ли не делали королем, в Киевской Руси, во времена Владимира Красное Солнышко, вот, кошка или кот стоил столько, сколько бык стоит, да, потому что тогда было кошек мало, я думаю, сейчас бы добрать всех наших кошек и туда отправить, вот, а собака грязное, нечистое животное, да, оно, вы знаете, ест человеческий кал, многие собаки с удовольствием едят человеческий кал, я сам это наблюдал, вот, то есть, действительно, очень нечистое животное, и вот с такими псами, да, говорится, что, еще не бросай бисер перед свиньями, да, то есть, нечто ценное не бросай перед свиньями, потому что есть, это не значит, что мы должны одним свидетельствовать Евангелие, другим мы не должны свидетельствовать Евангелие, это означает, что надо иметь мудрость, если человек пьяный, если человек одержим бесом, если мы конкретно видим, что он против нас, и что доводы Евангелия ему ничего не дадут, то мы должны опять «соне» различать. То есть, слово «ненавидеть» в данном случае лучше перевести слово «соне». Различать категорию «неевреев» А и категорию «неевреев» Б. И вы знаете, что Новый Завет говорит, что мы все были врагами Бога. Правда? И мы шлихим, посланники говорим «примиритесь с Богом». То есть, Новый Завет дает возможность примирения с Богом, даже тем людям, которым не давал Танах. В этом благодать Нового Завета выше. Но чтобы вы понимали, что многие антисемиты вот на этих вот отрывках будут говорить о том, что евреи, вот они такие-такие, и видите, как они плохо относятся к неевреям. Чтобы вы это хорошо поняли. Да? Итак, вы поняли, что понятие ближний – это не только понятие евреи. И Псалом 14 говорит о праведнике. Псалом Давида. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на Святой Горе Творей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искренне своему зла и не принимает положение на ближнего своего. Здесь тоже категория ближнего своего. Тот, кто в глазах, который презрен, отвержены. Отвержены в данном случае. В оригинале употреблено какое слово? Сонное. Да? Сонное. Да. Тот, кто ненавидит. Но который, боящийся Господа, славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. То есть, о чем это говорит? Что закон это что? Хорошо. А милость что? А милость еще лучше. Некоторые превратно толкуют закон. Око за око, зуб за зуб. Но я уже говорил, что в юридической практике за всю историю существования еврейского общества в таком смысле этот закон ни разу не применялся. А варился в вопросе компенсации. Денежной или путем отработки или другой компенсации. Еще распространил понятие ближний не только на евреев, но и на все человечество. Но это не противоречит опять традиционному еврейскому мышлению. Может, для кого-то я открываю Америку сейчас, да? Но Америку открывать и закрывать – это еврейская работа. Знаем мы всякие еврейские штучки, всякие Америки открывать и закрывать. Знаете, есть про Колумба у Маяковского. Очень интересные стихи. Да. Задели еврейчики больную струну. Все, говорит, Европа, да Европа. Вот возьму, да и открою новую струну. Очень интересно, почитайте. Итак, звание ближним. Что говорит иудаизм? Это неотъемлемое достояние каждого человека. Человек является нашим ближним согласно воле Господа. Не вследствие нашего согласия или вида никодушия, не в результате какого-либо общественного соглашения или судебного постановления стал он нашим близким. Он таков по воле единого Бога. Потому что никого не дано лишить этого звания и умолить его значение. Ближний может требовать от нас соблюдение прав человека в силу самого факта его рождения на свет. Эти права дарованы ему Богом. Данная человеку заповедь, поступать справедливо и любить дела милосердия, заповедь, которую от нас требуется соблюдать, призвана регулировать наше поведение по отношению к ближнему. Свой долг Богу мы должны уплатить. Главным образом его детям. Вся сумма возложенных на нас Творцов обязанностей реализуется в сферах наших отношений с другими людьми. Отношение к ближнему свидетельствует о том, насколько сильна нас любовь к Богу и о том, действительно ли мы служим ему с радостью. В Талмуде сказано, люби Бога в людях, которых он создал. Есть же у вас это записано? Чтобы вы это знали и помнили, да? Вот эти заповеди любви, они объединяются в одной. Любви Бога в людях, которых он создал. Я вам прочитал цитату, которую написал Лео Бек. Лео Бек жил с 1873 года по 1965 год. Это был немецкий равен религиозный федосиф и один из самых влиятельных мыслителей реформаторского течения в иудаизме. Лео Бек. Лео Бек. Да. Лео, как Леонид или Лев, да? Лео Бек. Хорошо. И как мы можем выполнять заповеди Божьи? Мы просто буквально можем выполнить эту заповедь. Правда? Но мы можем сделать что-то сверх заповеди. Поэтому в еврейском законе есть такое понятие «Лифним мишурат один». «Лифним мишурат один». Записать вам, да? Да. Дин – это закон, да? Шор – это то, что ограничивает рамки, а мы расширяем эти рамки. Итак, «Лифним мишурат один» в переводе означает «выход за пределы буквы закона». То есть, смотрите, если мы действуем только по закону, знаете, кому мы подобны будем? Бог дал нам этот закон, да? Бог живет в ближнем, к которому мы применяем этот закон. И если мы его применяем только так, как нам Бог дал, ну, я это перефразирую, вот, как то, что говорил, помните, человек с талантом. Ты, говорит, не сеял, да? И держал, вот, а требуешь от меня чего-то там. Вот тебе, говорит, твое, да? И что Бог сказал такому человеку? Сказал, спасибо, хорошо ты сделал, да? То есть, если мы выполняем только то, что нам дано, мы как бы отдаем Богу тот талант, который Он нам дал. И ничего не прибавляем. То есть, понимаете? Значит, мы должны не просто выйти, выполнить заповедь, но мы должны сверх того. И Ишуа об этом говорит, что наша праведность что должна быть? Превзойти праведность книжников-фарисеев. Книжники-фарисеев очень тщательно выполняли закон, да? Но мы должны в чем-то это превзойти. И мы не должны в том превзойти, что, если там, говорят, нельзя есть там рыбу и мясо, это мясо с молоком, так мы еще что-нибудь давайте придумаем, да? Селедку не будем с молоком кушать или что-нибудь еще давайте, да, придумаем. Вот это не об этом говорится. То есть, мы должны выходить за пределы, да? Лифним выходить. Лифоней, это выдвигаться вперед. Мишурат за рамки, за пределы А1. То есть, с закона, за пределы буквы закона. Как это вкладывается и как это применяется в жизненной практике? В древнем английском праве, на виду с обычными законодательными актами, существовала параллельная законодательная система, известная под названием «право справедливости». Цель данной системы состояла в том, чтобы предотвратить незаслуженные наказания, которые время от времени назначаются в результате чересчур узкого толкования или слишком строгого применения норм традиционного правосудия. Последующее это привело к тому, что практически 90% преступников выпускает на свободу американский суд. Но это уже тоже перегиб. Но в Торе еврейские законы и правовые системы посвящены целые главы, в частности глава Мишпатим, который мы должны изучать. И там говорится о том, как выполнять законы. Мишпат – это какие законы мы говорили? Юридические законы. И выполняя распоряжение Торы, нужно обладать сверхъестественной праведностью. Так учит ортодоксальный иудаизм. Мы имеем сверхъестественную праведность. Что, уже конец? Мы имеем сверхъестественную праведность. Хорошо. Которая дана нам кем? Богом. Хорошо. О историях, которые говорится в Талмуде, мы расскажем в следующий час.